Здравствуйте, с вами Несерович Екатерина и это новости in Poland. Сегодня в выпуске вы узнаете, как прошел марш равенства во Вроцлаве, почему большинство украинцев вновь хотят вернуться на работу в Польшу, как прошла постановка спектакля «Розы ветров для детей», правда ли, что в Польше разработан самый быстрый и дешевый тест на коронавирус и какие последние новости о пропавшем парне из Шведницы. В субботу, 3 октября, столица Нижней Селезии стала радужной столицей Польши. 12 марш равенства прошел по улицам города. Участники несли транспаранты с такими лозунгами, как «Не создавай границ для любви» или «Мы любим, кого хотим». В этом году мероприятие прошло под девизом «Марш равенства для Польши». Главными целями данного марша является привлечение внимания к проблемам, которые затрагивают ЛГБТК, дискриминации, разжиганию ненависти, гомофобии и ксенофобии, а также продвижение толерантности и разнообразия в польском обществе. Около 10 тысяч людей проявили свои постулаты. Как отметили организаторы, в марше за равенство для Польши во Вроцлаве участвовали лесбиянки, геи, бисексуалы, трансгендеры, интерсексуалы, асексуалы, небинарные люди, а также многие из их сторонников, которые требуют равного отношения. 12 марш равенства во Вроцлаве прошел под почетным патронатом мэра Вроцлава Яцика Сутрика. Из-за пандемии марш прошел через город в 20 секторах, разделенных лентами, которые держали волонтеры. И, конечно же, организаторы призывали участников соблюдать дистанцию и надевать маски. Мероприятие было обеспечено большим количеством полицейских. У служб МПК также было много работы, ведь многие автобусные и трамвайные линии были вынуждены изменить свои маршруты. Также с утра на сольной площади стояла особая палатка под названием «Городок равенства». Участники марша могли там купить футболки и другие гаджеты, связанные с ЛГБТ, принять участие в викторинах, подписать петицию или просто встретиться с друзьями. В своей стране, в России, я не имею возможности пойти на такое мероприятие. И я всегда мечтала поучаствовать в чем-то таком. Я считаю, что важно показать, что люди ЛГБТ существуют, что это не идеология. Я считаю, что обязательно такое нужно. У меня заряд энергии после марша. Я чувствую, что я тут не одна, что мои друзья тоже не одни, что нас тут очень много, что мы силы, и я чувствую, что все должно измениться лучше. Представители Нижнеселезской национальной инициативы провели контрдемонстрацию по маршруту марша равенства под лозунгами «Остановите абсурд во Врославе» и «Врославянин, перестань быть молчаливым большинством». Как считает национальная инициатива Нижней Селезии, данный марш является провокацией, направленной против религиозных символов и традиционных ценностей в Польше. Сколько граждан Украины хотят вернуться на работу в Польшу? Более высокая зарплата, географическая и культурная близость, а также низкий языковой барьер являются важнейшими причинами, почему украинцы решают эмигрировать в Польшу. Согласно барометра польского рынка труда, большинство, а это целых 61%, те, кто уже имел опыт работы в Польше, планируют вернуться. Более того, массовая экономическая эмиграция из Украины, которая длится с 2014 года, означает, что почти каждый пятый украинец видит будущее своих детей за пределами Родины. По подсчетам Национального банка Украины, за границей находится до 7-9 миллионов украинцев. Такой массовый характер экономической эмиграции, который продолжается уже несколько лет, вызывает желание украинцев выехать на работу за границу, ведь они понимают, что за пределами Родины могут зарабатывать в несколько раз больше. Барометр польского рынка труда показывает, что для 64 опрошенных важна является географическая и культурная близость, а 54% респондентов отметили, что заработок был в несколько раз выше, чем в их родной стране. А последнее место в тройке главных причин выезда в Польшу занимает низкий языковой барьер, решающий для 52% людей. Фонд «Штука форма» приглашал всех принять участие в спектакле «Роза ветров», который был поставлен с 30 сентября по 3 октября. «Роза ветров» рассказывает о глубоководной экспедиции. В ходе мероприятия дети садились на парусник, где вместе с аниматорами готовились к путешествию. Помимо морских приключений, дети много узнали о проблемах, связанных с безопасностью, морскими путешествиями и участвовали в сотворчестве спектакля, создавая собственные инструменты, песни и элементы музыкальной терапии. А основным музыкальным элементом выступления являлось знакомство с тромбоном, его звуком, структурой и способом извлечения звука из инструмента. Спектакль предназначен для детей от 5 до 10 лет, в том числе с ограниченными возможностями и нарушениями развития. Максимальное количество детей в группе составляло 20 человек. Спектакли интермедиальные, которые мы организуем, с такими специфичными событиями, потому что они не такими стандартными спектаклями, как они думают о них в нормальном понимании этого слова. Не имеем этого подзора на сцену и на публичности, что дети смотрят спектакли. Это спектакли интермедиальные, то есть дети полностью приглашены в то, что они переживали, когда они до нас приходят. Спектакль «Рожа вятру» рассказывает о морской истории, поэтому тоже есть титул. Дети находятся в историю о том, что они путешествуют с статком. Этот статок имеет какой-то случай, по дороге они приходят через серию разных пригод, как например, приплывание тратком, путешествие через сети рыбакие, обнаружение разбитка на безлюдной выске, то есть как бы все происходит в этом кругу тематики морской. Спектакль длился около 45 минут. Сам спектакль был поставлен в месте под названием «Центр в Пригороде», который находится в микрорайоне Алавском. Это местный центр деятельности. Мы находимся в центре на Прзодмещу, которого я менеджерка. Како Долно-Слоска Федерация Организаций Позарандовых проводим это центром от начала этого года. Это новый объект, который выполни три ключевые функции. Это центром активности локальной, то есть настало на то, чтобы строить это место с соседами и для наших соседей. Мы в центре культуры, то есть здесь много выдаций культуры, как спектакли, показы фильмов, концерты. И мы также также в центре диалога обыдательского, местом встречи и разговоров о важных темах для наших ближших соседей с улицы или нашего подвёрка, целого оседла, миста или регионов, потому что, как Долно-Слоска Федерация Организаций Позарандовых, мы проводим działания на территории целого регионов. И занимаемся, прежде всего, поддержкой организаций позарандовых. Дбаем также о развитие общества обыдательского, увеличение самородов и развитие локального. Также, например, в этом центре есть кабинет психолога, куда можно записаться на бесплатные консультации по понедельникам и вторникам для детей и родителей. А с 6 октября начинается бесплатный восьминедельный курс, который называется «Практика внимательности». Он предназначен для детей от 8 до 12 лет. В Польше разработан супербыстрый тест на коронавирус. В октябре польские специалисты начинают производство быстрого и дешёвого теста на наличие коронавируса. Результат будет известен через несколько минут, то есть в том месте, где был взят мазок из носа и горла. Над таким тестом работают многие центры, но, видимо, мы первые в мире, сказал Мариуш Херман, генеральный директор Центра исследования ДНК в Познании, компании, специалисты которой разработали тест. Он добавил, что серийное производство теста планируется начать на этой неделе. Стоимость одного такого теста 80 злотых, но с развитием производства может быть и ниже. Первые тесты уже готовы и даже поступают первые заказы. Одна из биотехнологических компаний Индии заказала 250 тысяч штук. Мариуш Герман подчеркивает, что новые тесты познанской компании будут производиться в основном для польского рынка, но к ним уже проявляют большой интерес и другие страны, такие как Россия, Украина, Туркменистан и Казахстан. Там таких тестов нет, и их лаборатории, к сожалению, пока не могут их производить. Вся процедура тестирования может быть проведена где угодно, например, в аэропорту. И единственным устройством, необходимым для выполнения теста, будет смартфон. Смартфон будет подключен к простому портативному устройству, которое позволяет нагреть тестовый образец в пробирке до 65 градусов Цельсия, что позволит провести реакцию обнаружения коронавируса. Данные тесты одобрены в США, в Европе, а также Всемирной Организации Здравоохранения. Мать Еликсюк, которого несколько дней искали во Вроцлаве, мертв. В субботу его труп выловили в реке Одра. Он упал на высоте главного здания Узрославского университета. Предварительные данные показывают, что это был несчастный случай. Молодой человек, ученик пожарной школы Шведницы, пропал 26 сентября. В последний раз его видели после клуба «Иксдемон» на площади Свободы. Клуб он покинул в компании другого молодого человека. Но уже стало известно, что у полиции есть видеозапись, на которой запечатлен момент, как парень упал в реку. Тогда он уже был один. Прокуратура старого города устанавливает обстоятельства исчезновения молодого человека. Это были все новости недели. Смотрите нас каждую среду, чтобы быть в курсе актуальных событий.